Золотая рыбка С вашим родителем Да, и поставили на место серебра Отец золотой, я серебряный Нет, золотая династия Так что Здесь вы выдаёте Какие-то свои, мне кажется, комплексы Может быть, свои страхи Может быть, свои какие-то внутренние убеждения Вы знаете, сравнивали Но никогда Не сравнивали в прямую За что я благодарен людям Потому что, на мой взгляд, мы Очень разные по амплуам Еще по времени Потому что Тот материал, те роли, которые были у них У стариков, у великих Никак не сравним с тем, что есть сейчас Поэтому, я думаю, что даже поле для сравнения У нас разное И, конечно, я считаю себя актером По ступени Ну, так скажем, идущим за отцом Это понятно Сравнивают так Говорят, Александр, спасибо вам большое за ваши роли Это потрясающе Но ваш отец И я говорю, вот спасибо Потому что Ну, в общем, папа все равно был первым в нашей семье В этом смысле Хотя мама своим путем пришла в искусство Папа своим Ну, как-то вот так оно сложилось И, в общем-то, собственно Мое пребывание в профессии Это авантюра отца Не моя Я действительно Честно не собирался быть актером Я считаю, что Та подробность Та мощь Боль, которая была в отце И тот юмор, который был в отце Ну, или, может быть, по материалу недостижимнее Или потому что, может быть, актер Ну, немножко другого плана Ну, в общем, мне больше доверяют оружие Сами знаете Вот А вот как раз Если бы были роли, наверное, более психологические Более драматические Был бы материал такой Можно было бы уже сравнить Было бы что с чем Про оружие, кстати А Валерий Бенедиктович, он служил срочно? Нет У него была тогда военная кафедра И касаемо военной кафедры и звания Это смешная история Папа рассказывал В очередной раз Его уже после многих-многих лет Окончания той самой кафедральной службы Вызывает в военкомат И говорит Валерий Бенедиктович, мы вам присвоим звание майора Советской армии Честно говоря, у меня, говорит, пот, шок Я говорю Сколько дают во время войны бойцов майором? Он говорит, ну роту сто человек Он говорит, сто трупов, сто трупов Я какой из меня майор? Это был папа Потому что он был совершенно А, агрессивен А, военизирован Вот человек, который отвергал В этом смысле насилие абсолютно И даже какие-то споры Тоже такой момент Все время спрашивают Чему вас отец учил? Ну, благо отец сказал Ты учишься, ты студент Да учись Потом мы с тобой поговорим И мы говорили не о профессии Мы говорили исключительно О состоянии С каким ты должен быть в профессии И вот отец мне говорил Боль Трагедия Боль Уязвимость Ранимость И отец С его, как бы, мировоззрением Непротивление Да И тут я, который пришел из армии Где сейчас кто? Я от меня Я в армии служил А сейчас вам всем тут дам Это была, конечно, полная противоречия Несостыковка В профессии армейский опыт Когда-нибудь пригодился? Абсолютно, да И косвенно И напрямую косвенно Это действительно школа Не знаю, мужество или нет Но школа самопознания Школа управления собой Школа управления общением с людьми Вот этого совместного Двухлетнего времяпрепровождения На очень малом Участке, площади Со всеми вытекающими оттуда сложностями Это очень важно Это укрепляет психику Я считаю, что армия сделала меня Ну, отчасти непотопляемым Только Господь Бог может мне сказать Все, хватит, топись А с точки зрения Прямую, да, опыта Да Потому что как только мы надеваем форму В кино Форма Она, если однажды села на тебя Она на тебе будет сидеть Вопрос, что честно Это такой вот тоже крик души Если вы, а вы знаю Проверяли, смотрели мои интервью Мне очень обидно Потому что я ни разу так и не снялся В военном кино Про Великую Отечественную войну Про, там, Первую Мировую или Гражданскую Мне очень жаль Потому что мне очень интересно Психология этих людей Состояние И Мои дедушки прошли через все этапы И в том числе Тридцать седьмого И эта эпоха мне очень интересна Там я форму не надел ни разу А вот в современной истории Да В общем, так они и продолжаются Но форма ложится И, как ни странно Хотя оружие в армии Я практически не держал Но, видимо, оно как бы В довесе к форме Тоже оно как-то само ложится Тут уже дальше Появляется уже киношный опыт Поэтому, да Помогает Ну, как мне Наверное, все-таки Калашникова разобрать Собрать по-прежнему Не поверите Нет 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 Три выстрела Из карабина Из карабина Симонова На присяге И один магазин Рожок я расстрелял Во время стрельбищ Других молодых Спасибо старшине Он сказал Сань Хочешь? Я говорю Ну, конечно Я же в армии служу А так все Лопата да лопата Вот Разобрать нет Правда Я потихонечку Так Двигаюсь в сторону Я доигрываю Как мужчина Я иногда попадаю На занятия По практической стрельбе И мне это очень нравится И я прям У меня просто какое-то восхищение Оружие Управление собой Опять-таки В общем Все это Это есть Вы упомянули Фильмы о войне Современные А вы их смотрите? Есть несколько известных лент Вот там Т-34 Или вы вообще С этим материалом не знакомитесь? Вы знаете Честно Скорее Наверное Не знакомлюсь По двум причинам И по причине То что сапожник без сапог И по второй причине Честно Это не связано С современным кинопроизводством Скорее это связано С моей памятью Старого кино Я вырос на советском Военном кино И для меня Соответствие Попадание Атмосфера Правдоподобность Очень-очень важна Все-таки Современное военное кино Отчасти Двигается В сторону Голливудского Каркаса То есть Оно такой экшен Все-таки Война для меня Это психология Это трагедия Это история Поэтому Если это экшен Я теряю связь И мои эмоции уходят А раз мои эмоции уходят Зачем мне смотреть кино Которое должно вызывать эмоцию Значит эмоции Важнее всего Важнее атрибутики Важнее соответствия Важнее всего Потому что Собственно говоря Произведение искусства Это та пища Которая должна тоже Вызвать реакцию А реакция Это явно неспокойствие Смысл принимать искусство Если оно вызывает То же самое состояние покоя Которое было до Если человек не поменялся После просмотра Неважно спектакли Кино Живописи Прослушивание музыки Значит ничего не было Это мое глубокое убеждение И по крайней мере С формами зубами С идеальным маникюром И девушки с укладкой Они не столь важны Сколь несоответствие Каких-то вот Так называемых Месседжей Каких-то сообщений А это и вызывает Недоверие Ведь надо понимать Давайте вспоминать Папанов Воевал Никулин Воевал Басов Воевал Они Большинство из них Прошли войну Их юмор и легкость в кадре Это Смирнов Перечитаем Вся плеяда Это Такой юмор И легкость солдата Который прячет эту боль Им было что спрятать Они это понимали Они про это говорили Очень серьезно Этим жили Мы живем в век Коротких форм Да нам Мы живем По тик-таку Мы живем По экшену Но ведь люди реально Я всем говорю одно На встречах На мастер-классах С профилями Не профилями Студентами Для того чтобы играть Что-то про войну Вы должны хотя бы Почитать книги Те про войну Где действительно Написано Как оно было Или посмотреть Извините Хронику Страшную Чудовищную Не надо далеко уходить Смотрите локальные конфликты На территории Российской Федерации Вы посмотрите Сколько страха И боли А после этого Вы можете вообще подумать Что было бы с вами Потому что вы играете Через себя Все равно Нервная система Работает ваше Восприятие Ваш страх Ваш Боль Ваши А умозаключение Как это могло бы быть То же самое Как нас учили В институте В театральном Ребята Не играйте про то Что вы не знаете Не переживайте Тех эмоций Которые вы не знаете Идите от того Что вы знаете Опирайтесь на это Что вы знаете Мы начинали Мы какие-то Родители Вы родители? Нет Вы понимаете Что вам показали Своё представление О том Как должно быть А нам нужно Чтобы вы были Вы Здесь и сейчас Поэтому Огромная Кропотливая работа По погружению За что мне нравится Голливуд и Европа С большим периодом подготовки У них короткий съёмочный Подготовительный Огромный По полгода Они могут входить в это Они действительно Будут ползать В грязи В дерьме Читать Смотреть Репетировать Проходить Это готовность Это определённая готовность Поэтому Фарфуру и зубы Накачанные Актрисы Которые Ходят Как манекенщицы Они просто являются Одной из деталей Пунктов Этой неправды Неправды Которая отвергает Сразу всё Они не верят Ты не веришь Профессия актёра Это волевой акт Я заставляю себя поверить В то, чего нет Сымитировать это здесь Прожить И заставить зрителя Поверить в это же Это самая волевая профессия Мы работаем с тем, чего нет Если ты не веришь Никто никогда не поверит Какая бы ни была музыка Какая бы ни была картинка Тем более нарисованная Вы упомянули мастер-классы Я помню, что в одной из бесед Вы как-то Мне показалось даже Кокетливо Вы говорили Нет, нет Меня нельзя называть Преподавателем Где вот эта грань Которую разделяет Преподавателя И человека Который ведёт Мастер-классы И передаёт Свой опыт Вот в чём этот Нюанс Я не понял Абсолютно Для меня очень чёткий Преподаватель Во-первых Человек Либо от природы Отдарённый Даром преподавания Не ваш случай? Нет Вы хотите сказать? Нет, не мой Я, знаете как Это новомодное слово Я хороший спикер Наверное Я заводной То есть я Неплохой оратор Будем говорить Заимствован С другого языка На более древнем Я действительно Могу рассказать Как это делаю я Я В Щукинском училище Был далеко Не самым лучшим учеником Это правда И Знаю, что Пару раз там стоял вопрос Даже, возможно Об отчислении По профнепригодных По крайней мере Переуспеваемость У меня по основному предмету Была не очень Я как-то Все это нарабатывал потом И часть теории Я, наверное, опустил Потому что Я еще был В этом шлейфе армии Каких-то переживаний Я уходил В Советском Союзе В армию А пришел В независимый Непонятно от кого Россию Поэтому, в общем Все шоки Какие только можно было пережить Я, в общем, подхватил Поэтому Какой из меня преподаватель Я могу поделиться Тем, что знаю я Показать, как делаю я Или, по крайней мере Вместе с ребятами Поискать этот путь Но брать на себя ответственность Что я знаю Теорию профессии Могу ее Преломить в практику Дать набор упражнений Нет Я точно так же Я, если где-то что-то вижу Слышу Я говорю Так, покажи Расскажи А это как? А это что? Есть люди Которых это действительно дар Они умеют Концентрировать информацию Правильно ее давать Терпимо относиться К своим студентам Планомерно Добиваясь результата А я так Залетный Приехал Три часа отработал Мне говорят Забрали всю энергию Я уехал Это несколько проще Этому надо учиться То же самое Как спрашивают Почему вы не режиссер? Какой режиссер? В режиссуре есть законы Это наука Это технология И надо учиться Пусть это будут там Высшие курсы Дополнительные курсы Но это все равно Система Мне кажется Что в вашей практике Актерской Были эпизоды Когда вы выступали В качестве сценариста Продюсера В том же Мухтаре То есть какие-то сцены Ставили фактически Или ошибаюсь? Да, полностью Но это внутри Одна сцена Это называется Актерский разбор То есть то, что мы понимаем По логике персонажей Зная исходные Последующие Понимая От чего К чему мы идем Понимая логику персонажа Понимая Какая сцена Здесь нужна Нам это было легко Мы придумывали Действительно Я там и тексты писал И не один И с ребятами И мы ставили И было такое Прямо это Ну это конечно Счастье актера Когда режиссер говорит Три минуты И три минуты Причем мы понимали Где болевая точка Наших персонажей Что можно втащить Потому что мы жили За дня в день этим В принципе Конечно Я могу развести Несколько сцен То есть Когда я смотрю На репетициях Спектакль Я же Все равно Занимаюсь Режиссурой И саморежиссурой Чтобы самому войти Я вижу Где какие огрехи Где что Я внутри сижу И режиссирую Но я могу собрать В готовом скелете Отдельные сцены А собрать весь скелет Сделать его гармоничным Сделать его динамичным А сделать акцент Именно на тех деталях Которые должны быть На том персонаже Ту точку Смысловую нагрузку Может быть У меня может и получится А может быть и нет А так рисковать нельзя Знаете Как хирург Он либо хирург Либо нет Я бы хотел попасть только К тому кто точно знает Куда он идет Голливуд Вы упомянули Вы следите за тем Что происходит В этой отрасли За океаном Ну я посматриваю Сказать честно Я не смотрю Никакие новости Я не смотрю Никакие федеральные каналы У меня работает Либо кино советское Либо кино иностранное И да Там достаточно Много хорошего Хотя Голливуд тоже Двигается в сторону Чистого экшена И очень много мусора И очень много посредственных фильмов И много смешных фильмов Смешных не от того Что они смешные А смешные от того Потому что они Глупые Глупые Но Они сделаны Настолько качественно И профессионально Что ты это понимаешь Только досмотрев фильм до конца Это вопрос денег Что они сделаны Так качественно Или там действительно Есть школа Школа Ну давайте так Голливуд это не американская Киношкола Это мировая В Голливуд съезжается Лучший из лучших Голливуд Завоевав мировое пространство Стал мировой фабрикой Кинематографа Это действительно Мегапрофессионалы Но одаренное По-настоящему Интересное Классное кино Голливуда Это как раз то кино Которое выходит Вот опять Чуть выше среднего уровня Или так стандарта Тогда оно становится Интересным То же самое Как европейское Оно очень своеобразно Если смотреть Национальное европейское кино Оно такое Оно немножко такое Медленное бывает Странное Но в нем есть душа И в Голливуде есть душа И что мне нравится Насколько я опять-таки знаю Могу ошибаться Но очень многие Жители Голливуда Которые все являются актерами И работают актерами В свободное от барменства Или там заправки время У них есть такой принцип Кино выходного дня Когда на уикенд Технику дают со скидкой И они вот там Неделю работают на проекте коммерческом А потом эти три дня Два с половиной Они работают над своим проектом У них у всех Эта идея Фишка вот эта Я работаю над своим проектом И они создают то кино Которое рождает потом душу Именно вот это Здесь они зарабатывают И набираются профессионализма И бывают очень хорошие Коммерческие фильмы Ну честно скажу Потрясающие Но они всегда стремятся К чему-то И каждый режиссер Он снимает Три-четыре коммерческие картины А потом На заработанные деньги Он пытается сделать что-то свое Это правильная тяга Потому что они все равно Стремятся к самовыражению То есть все равно Несению какой-то своей идеи Мне кажется Мы немножко погрязли Мы, которые говорим Про великую загадочную Русскую душу В капитализации Потому что мы не очень верим Не в свой прокат Хотя вроде сейчас Цифры какие-то пошли наверх И отдельные работы Прямо там выстреливают Но сама система Мы все исполнители Мы стали исполнителем И все время думаем Об обеспечении Как-то Нестабильность экономическая Видимо приводит К нестабильности в профессии Мы хотим Обеспечить семью Заработать А гениальные мысли Есть только у студентов Очень молодых Им еще хватает пока Молока и хлеба Или воды и хлеба И они об этом думают А вот голливудские тенденции Все современные Допустим В очередной экранизации Золушки Фею будет играть Негр Гей Больной спидом Это прикольно? Нет Это смешно Это глупо На мой взгляд И как бы Но это точно же Оскар Уже до того Как сняли Уже ясно что Но на самом деле Это началось гораздо раньше Если мы посмотрим Даже все что касается Оскара Это уже наверное лет 10-12 Эта премия стала конечно Лицом политическим Ангажированным Да абсолютно И к сожалению Америка в этом смысле Тоже пала Но Единственный плюс В этой ситуации То что То кино Которое они снимают Они могут себе позволить Снять кино Которое Как выступает за За Так и против Они могут восхвалять Они могут критиковать Они могут снимать Очень жесткое кино Про свои проблемы И никто их за это не гасит И никто не говорит Что они не любят Америку И в этих картинах Абсолютно Таких прямо вот Подлинность Там 200% Там Как бы Негр будет негром Гей будет геем Герой будет героем Продажный полицейский Продажный полицейским И там нету никаких сносок Понятно что есть тоже У них картины Делятся на какие-то Какая-то градация Поэтому за эту правду Которую они могут снять И не будет гонений И она соберет своего зрителя Соберет свои деньги Собственно говоря Я и ратую Поэтому Этот бой уже идет Эта невидимая война идет Но я считаю Что это Гибель империи Причем империи В общем мировом масштабе Мы кончим Как и кончили все Если кто-то думает Что мы чем-то отличаемся От древнего Рима Древнего Египта Месопотамии Это большая глупость Вот это как раз Глупая недальновидность Нет Кончим так же По уши в дерьме Поэтому Все должно быть естественно Еще одна тенденция Голливудская Которая накрывает Наш шоу-бизнес Экериматоров Это вот Откровение актрис Как правило О сексуальных О харассменте Да Вы не боитесь Что вам прилетит Лично вам Я надеюсь что нет Но я не режиссер Понимаете Помните был гениальный анекдот Когда он Она утром просыпается В постели Она поворачивает голову Смотрит на него с ненавистью Бьет его по лицу И говорит Что ж ты Почему ты сразу Мне не сказал Что ты режиссер Мультипликационного кино Я не режиссер И не продюсер Хотя при мне были Мои товарищи Которые говорили Детки Я продюсер Крылышками Крылышками Бяг-бяг-бяг Вот Нет Не думаю что мне прилетит Нет Актерам же тоже достается Вы знаете Кен Спейс оказался Просто Да Его кстати закрыли Причем опять таки Тоже я считаю Это большая несправедливость Потому что Одно дело Разбирательство С Прошлым Опять Попробуй докажи А во-вторых Кен Спейси При том что он является Актером другой ориентации Других взглядов Как актер Он потрясающий Фантастический актер Давайте зарубим Знаете А давайте глянем в историю То есть Я как раз Ну так скажем Отношусь очень спокойно Ко всем Там Дополнительным проявлениям Сексмикшинством И так далее Но я против того Чтобы судить Каких-то исторических Сейчас персонажей За то что они были такими Ну Теннис Юлимс Тоже был гомосексуалистом Но Более Глубокого Погружения В отношения между Мужчиной и женщиной Я не знаю Потрясающая пьеса Я обожаю Теннис Юлимс Потому что играть В этой пьесе Всегда дико комфортно Твоя душа сама рвется Ты все делаешь Поэтому Я считаю Что это уже абсурд Мы докатились до абсурда Маски Коронавирусы Лист В кого нужно включить Обязательно надо включить Танкиста У нас же танкисты Главные Обязательно герои летчика Не важно что это картина про балет Мы должны будем включить Обязательно Из Толивара Потому что наша сила В наших плавках А по поводу Сексуальных домогательств Ну Я всегда Очень негативно И зло реагирую На комментарии Обычных людей В смысле обычных Имеющихся Относящихся к зрителям О том что В вашей зоне В вашем бизнесе Все друг с другом спят Там такая пошлость Там пьянство Наркотики Приезжаем в любой район Города Москвы Заходим в подъезд Если выясняем Что Петя С Любой Гриша На наркотиках Лена Проститутка Ребят Все то же самое Просто мы на виду Вы ролевые модели Да Но мы на виду Это вот это определяет Но на самом деле Степень даже Как бы все одинаково болеют Да Цвет дерьма У всех один Запах тоже Никто этого не отменял Я просто про то Что Падение нравов Оно происходит везде Нету падения нравов Если честно Городи Голова То есть рыба греет с головы Рыба загнивает с головы Но хвост гниет точно так же Мы воруем Неважно где на каком уровне Кто может стащить миллиарды Тащит миллиарды Кто может стащить гвоздь Тащит гвоздь Вопрос Что почему-то сажают за гвоздь Больше иногда Чем за миллиард Ну и другой раз И сексуальное решение вопросов Оно изначально вообще было Мы живем в период Постсексуальной революции Которая началась Кстати В самой пуританской стране мира Америки На удивление Все как всегда Возрождение в период инквизиции А сексуальная революция В пуританской стране Это была культура Минуточку Плаз культуры И Самое страшное Откровенное Да этим все пользовались Об этом и шли Анекдоты Рассказывали о том Как актрисы Отдаются режиссерам Продюсерам Как они спят со звездами Чтобы их вытащили Как они выходят То же самое Звезды Как соблазняли Это целый мир Но давайте Знаете Я сейчас предъявлю иск Так Парочку родителям За то что шоколадку не купили И по попе отшлепали Там меня в школе Кто-то обидел И сказал что я может быть Там не мужчина А может быть он на что-то намекнул Но это какой-то абсурд Это бред Это Я считаю Уже сумасшествие Доходящее до апогея Но я говорю Мы плохо кончим Никто на самом деле Не знает Как мы кончим Вы знаете Когда Начинаются войны Ведь То кто войну начинает Вряд ли рассчитывает На поражение Он рассчитывает выиграть А по факту происходит Ровно наоборот Поэтому чем мы кончим И куда зайдем Непонятно Про маски Значит я так понял Что вы не являетесь Вот фанатом Новой моды Я вообще не являюсь фанатом Я являюсь противником Новомодных решений Объективно Из даже средств массовой информации Даже при учете того Что идет поддержка Так скажем Основной выработанной линии И так скажем Не поддержка Альтернативных мнений У врачей нету Точных рекомендаций Точных Точной информации Что есть что Мы до сих пор Мы до сих пор не очень понимаем Что за вирус Любой вирус По законам вирусологии Мы же все уже почитали В интернете Он имеет свойство Ослабевать Потому что появляется Коллективный иммунитет Там же какие-то штаммы Новые Но они все равно Мы гриппом болеем Морвии болели Всегда Коронавирус был уже Многие-многие-многие Десятилетия Если он так тяжело Влияет на что-то И не подчиняется Общим законам Существования вируса Значит Это некое оружие Если оружие Это заказ Заказ Это политическая Неполитическая борьба В любом случае Кто-то пострадал Очень тяжело Кто-то перенес Чихнув и ничего Признан Посткоронавирусный Синдром Он уже есть Но это следствие Которого не было Ни у одного вируса Очень много вопросов Очень много Мало ответов Но маски Как маски Особенно с имитацией Ребят Если бы в период Пандемии Когда мы все сидели По домам Не было бы такого Количества разводчиков Пищи И столько бы ресторанов Без маски Скорее всего Или там Как опустив ее на нос Или что-нибудь Брызгая потом Не готовили пищу Да мы бы умерли Если бы был бы такой Вирус Вопрос Что он цепляет Явно людей С пораженным иммунитетом Это точно С болячками И цепляет Очень жестко И к сожалению Потери есть У меня Среди моих близких Потери есть Поэтому не прошло мимо Но это не то За что выдают А главное Что это бизнес Я просто сразу вижу бизнес Знаете Видимо во мне Где-то есть хороший бизнесмен Вы же хотели поступать Я считаю Количество проданных масок Я считаю Количество проданных Антисептиков Перчаток Халатиков Это же Это же гигантские деньги После этого он вышел из студии Его Зачистил Вы Дайте Доехать хотя бы Додуман И там Выдавать это в эфир Нет На самом деле Это же гигантский Оборот средств Да Вы знаете У нас традиция Мы финишируем Пожеланием Нашей золотой рыбки Нашему китайскому карасю Дядю Володе Каким-либо от гостя Что Александр Носик Попросит у дяди Володи Дядя Володя Можно комплексно Как было у золотой рыбки Три желания Первое Пусть люди выбросят из головы дурь Второе Пусть у них будет совесть и честь И третье Пусть у них будет любовь и здоровье Достаточно Ну нельзя не пить Присоединиться Но и не признать Что это фактически нереализуемо И тем не менее Огромное вам спасибо И за пожелание И за беседу Спасибо Спасибо Спасибо